Практическая психология Ксения, давно работаете со сложными детьми? Здравствуйте. Работаю уже более пяти лет. Практикуем, общаемся, проводим лагеря, различные мероприятия для подростков и деток, которые имеют трудности в общении, какие-то социальные проблемы. Вот смотрите, очень интересно всегда бывает, как человек, он получил психологическое образование, И потом перед нами стоит вопрос, выбрать ту нишу, в которой ты будешь работать. Почему вы выбрали именно подростков, непростых подростков, сложных? Изначально хотели именно с такими ребятами работать? Да, это получилось как-то само собой уже, когда заканчивала последние курсы университета, поняла, что хочу работать с детьми, сконцентрироваться на них. И потом тихонько выразилось это направление и стала работать именно с подростками, которые имеют трудности и которые не имеют трудности. То есть очень нравится. Отлично. Потому что мне тоже всегда очень нравится общаться в нашей программе именно с теми специалистами, которые не просто теоретики, а практики. Практика, я знаю, у вас огромная. Было очень интересно на вашем мероприятии, которое прошло совсем недавно, где вы обучали родителей города Кирова. Вот как раз теми, если вдруг ребенок начал бродяжничать или если вдруг ребенок убегает из дома. Давайте попробуем очень таким доступным языком нашим слушателям нашей программы рассказать вообще, что это за проблема. Может быть, как говорится, кто-то и не сталкивался, и слава Богу. Но, может быть, сейчас среди наших слушателей будут и те, для кого эта информация будет полезна. Итак, действительно, за последние годы все чаще дети убегают из дома. И мы, как специалисты, говорим, что побег из дома – это форма протестного поведения ребенка. Да, да. И чаще всего причиной этого протестного поведения является эмоциональное неблагополучие ребенка. И в любом случае побег из дома – это всегда крик о помощи, крик о привлечении внимания родителей к себе. Дети не уходят так просто из дома, как думают многие родители, что виноват ребенок, который ушел. Нет, проблема всегда есть в семье, проблема есть дома, в общении, в окружении. И поэтому ребенок, не видя никакого другого выхода, уходит. То есть, смотрите, специально не наученный, да? Нет, не наученный. Я думаю, что нигде не посмотрел, ничего нигде не почитал. Это очень маленький. Есть, конечно, такая категория детей, кто может уйти, посмотря на кого-то и взяв пример. Но если брать в процентном соотношении, это всего 1-2%. Когда их заинтересовали, они ушли. Чаще всего это единичные случаи, жажда новых приключений, истории и так далее. Поэтому, посмотрев, они возвращаются, и эти случаи больше не повторяются. То есть, какой-либо профилактики они не требуют. Вот, смотрите, ребенок, например, может для себя определить, вот даже мы сейчас говорим про фильмы, да? Прочитал он книжку, да, про то, как это здорово покинуть отчий дом и отправиться на приключения какие-либо, да? Да. Вот в вашей практике такие случаи были, когда чем-то увлекся, решил, что я сейчас соберу все в рюкзак и уйду в поход, а вовсе не протест? Бывало, может быть, случая два, но, как правило, такие дети быстро возвращаются, потому что все равно, какие бы подростки не казались взрослыми и большими, все равно страх есть. И выходя на улицу, быстро спадают эти розовые очки в отношении того, что все легко и просто. И даже иногда родители не сообщают никуда, то есть детки возвращаются сами и больше такого уже не делают. Да, ведут их к психологам, мы разговариваем, понимаем, что дома полная гармония, ребенок попробовал и радостно вернулся обратно. То есть это был всего лишь способ узнать этот мир немного другим, да? Да. Вот мы начало программы сделали именно вот этот случай, разобрали, потому что я тоже сталкивалась в практике с историями уже клиентскими, когда люди рассказывали, что я в детстве собирал вот этот самый рюкзак, делал бутерброды и уходил. Уходил, но перед этим предварительно расставил все точки надей в школе. Ну да, и заканчиваться это всегда благополучно, то есть вмешательства не требуется. Хорошо. Ксения, скажите, пожалуйста, а вот какие же чаще всего бывают причины? То есть подростки сами называют эти причины? Да, проводилось исследование и выявлены основные вот четыре, давайте остановимся на них, самые-таки актуальные причины. Одна из них это контроль тотальной родителей, как подростки сами говорят, они меня достали. И желание избавиться от этого контроля сподвигает их на уход из дома. Достаточно большой процент, 50%. То есть это как раз про гиперопеку? Да, это гиперопека, и в то же время ребёнок, который при таком раскладе уходит, он будет очень активный, он будет очень общительный, он часто находится при поднятом настроении. То есть ему достаточно сложно со своими качествами личными ужиться с родителями, которые контролируют. Поэтому он не видит никакого выхода и уходит. Поэтому и такой большой процент. Подростки чаще всего такой. И вот здесь, наверное, тот самый вариант, когда это не обязательно будет какая-то неблагополучная семья. Нет, конечно, не обязательно. Потому что мама с папой будут говорить, ну мы же хотели его предостеречь от всего того, что ждёт его в этом огромном мире. Мы же хотели проконтролировать, чтобы он не связался с плохими ребятами. Мы же хотели и так далее. Да, и тут получается, что родители просто не всегда успевают перестраиваться, что ребёнок вырос. И поэтому вот случается это большой такой вот пласт детей, которые уходят. Но тоже чаще всего, если вовремя родители понимают, в чём причина, и ребёнок уйдёт на контакт, это тоже решаемо. Тут вот тоже надо работать сразу же с родителями, да? Да, да. Потому что стоит... Родители должны это знать. Стоит вот этот контроль ослабить, ну или хотя бы сделать вид, что да, он не такой навязчивый, не такой... И ребёнку проще начинает... Да, я всегда родителям говорю, вы должны их не контролировать. Это невозможно, и это нужно делать. Но делать это аккуратно и более хитро, со сторон, чтобы дети не знали и не замечали этого. Контролировать нужно, но ребёнок, подросток не должен этого замечать. Хорошо, следующая причина? Следующая причина, тоже достаточно большое такое процентное соотношение, это привлечение к себе внимания, к своей персоне. Они примерно вот, ну где-то 20-25 процентов. Это свойственно деткам, которые у нас склонны к фантазированию, где-то могут обманывать, где-то достаточно демонстративные дети с хорошими актёрскими навыками. Родители таких детей, когда приходят, говорят, и вздыхает-то он глубже всех, и удивляется он очень ярко, и плачет-то он очень искренне. То есть вот такие дети, соответственно, привлекают к себе внимание и находят вот такой вот путь. То есть вот я сейчас демонстративно уйду из дома, чтобы наконец-то на меня обратили внимание, да? И вот с этой категорией более уже идёт системная работа, потому что не всегда дети адекватно требуют вот этого привлечения внимания. То есть ситуация, может, того и не стоила, чтобы обращал родитель так пристально внимания на ребёнка, ему оно нужно. Поэтому здесь вот, здесь нужен определённый подход уже. Но мы про профилактику обязательно с вами поговорим. Говорим, да, вот бывают такие ситуации, когда ребёнок ушёл из дома, потому что что-то совершил и боится наказания. Да, это такого вида пассивный протест называется, когда ребёнок уходит при такой ситуации. Тоже много таких деток уходит, 20-25%. Но это дети тоже с определёнными качествами личности. Они бывают более раздражительные, более спокойные. Они быстро утомляются, у них быстрая смена эмоций. И именно вот этот вот страх, был бы ребёнок где-то пообщительнее, поактивнее, он бы не боялся этого. А для этих деток они могут где-то даже утрированно подумать, что их накажут. И вот избегая это, строю сильной своей политикой, они уходят из дома. То есть голову мне не удалось спрятаться, так я спрячусь вообще сам. И пусть они потом поищут, а когда меня найдут, то они будут рады и уже не накажут меня за всё это. Но тут тоже, с одной стороны, проще, когда родители это понимают. И если разговаривать с ребёнком честно и обсудить этот момент, что ты возвращай, ты если будешь дома, то есть мы поговорим и всё решим. То есть дети тоже не будут так часто уходить. А если родители нашли, наказали и сказали ещё раз такое повторится, то снова будут, то, конечно, такие ситуации повторятся. То есть тут нужно знать особенности своего подростка. Вот, очень интересно. То есть вот такие четыре основные причины, которые мы можем выделить вот в эти основные группы. И, в принципе, в каждой из этих причин есть свои истории, которые были в вашей практике. Давайте мы сейчас попробуем найти, прямо охарактеризовать тех детей, да, какие они, чтобы, например, даже мы же можем с вами, как говорится, узнавая в описании того или иного типа своего собственного ребёнка, можем уже понимать, как он может поступить. Ну да, да, давайте проговорим тогда. Давайте. Итак, что такое у нас мотивационный уход? Ещё раз давайте посмотрим, да, что такое? По причинам, вот если брать классическую психологию, у нас выделяются два вида уходов. Мотивационный и немотивационный. Под мотивационным мы подразумеваем уход, когда ребёнок на самом деле испугался и не знает, что нужно сделать в этой ситуации, ему проще убежать от себя. Бегство от себя. Вот это мотив. И в нём подразделяются вот как раз несколько причин. Дети, которые слабые, которые недостаточно общительные, которые скрытные, которые раздражительные, они будут уходить как раз-таки по причине того, что боятся какого-то от родителей нарекания, наказания, поэтому они будут уходить. Дети, которые, наоборот, активные, общительные, разговорчивые, преобладают хорошее настроение, они будут как раз уходить, чтобы почувствовать свободу своих действий. То есть пожить свободной жизнью, да? Да, пожить свободной жизнью. А там уже как дальше вывезут? Да, то есть дети, которые, получается, более у нас демонстративные, более склонные к фантазированию, где-то вот как раз как ману, то они будут как раз уходить, чтобы привлекать к себе внимание, а к демонстрации, то есть они показывают. Да, даже в детских садиках мы таких деток уже можем, да, они начинают ссориться, и там девочка или мальчик может демонстративно заявить, да, всё, я пошёл, а вы живите как хотите. Да, и чаще всего про таких детей родители говорят уже в детском саду, мой сын или моя дочка будут хорошей актрисой. Хорошей актрисой они, может быть, будут, но подростковый период будет достаточно отягощённый, можно так сказать. Вот, и дети, которые как раз-таки подпадают под влияние других друзей, более сильных, более старших детей, они будут уходить с целью того, чтобы попробовать что-то новое, что-то узнать, возможно, что-то попробовать. Но уходя, они быстро, выходя за двери, грубо говоря, квартиры, понимают, что это новое интересное уже началось, и всё не так здорово, ситуация комфорта пропадает. Друзья друзьями, час-два, им уже дискомфортно, и они возвращаются домой, потому что тяга, влияние уже ослабело, они поняли, что боязнь сильнее, и возвращаются чаще всего сами. А вот такие, знаете, такие замкнутые, ну, как говорят, кот в мешке, сам себе на уме, они ведь тоже имеют свойство, не рассказывают о своих эмоциях, не друзьям, не родителям, и тихонечко собрали котомочку и пошли. Бывает такая категория тоже детей, которые уходят как раз-таки с такой характеристикой, они уходят больше от усталости от общения. Некоторые родители говорят, да, такого быть не может. Бывает, то есть даже это склонно больше к семьям, больше относится к семьям, где многодетные, где много деток, где живут бабушки, дедушки, дёти, дяди, все вместе, а ребёнок замкнутый. То есть он иногда настолько устает от этого общения, что вот ему кажется, это хороший выход. Почему бы и нет, да? Почему бы и нет. Но это, да, это тоже очень маленькая категория детей, но тоже имеет место быть. Родителям нужно об этом знать. Хорошо. Это вот мы сейчас проговорили про мотивационный уход, да? А что такое немотивированные уходы? А, немотивационные уходы, это уже у нас разряд болезненных состояний, это патология. Тоже, я думаю, это будет интересно знать и родителям, где-то поделятся с другими, расскажут, где-то подскажут кому-то. Это расстройство психическое, и здесь подразумевается у нас дромомания, или как раз-таки вот бродяжничество, о котором мы заявляли. То есть это уход, который беспричинный, это тяга к путешествию, к нахождению на улице, в местах общего пользования, то есть… То есть время на виду, да? Хочется быть… Да, да. То есть им непреодолимая тяга путешествия. То есть чаще всего, ну не чаще всего, это в принципе при расстройствах психических возникает, таких как шизофрения, умственная отсталость, эпилепсия. То есть это уже конкретно медицинская, и здесь нужна помощь психиатра. Тут уже даже психолог у нас с какими-то рекомендациями со своими будет не особо актуален. Если относятся и родители знают, что ребёнок, подросток имеет такие нарушения, можно предположить, что такие варианты развития событий будут. Ну вот в каком возрасте чаще всего это дебютирует? Именно дромомания. Да. Чаще вот по современным нашим меркам возрастная психология вроде и говорит, что подростковый возраст начинается там с 14-12 лет. Сейчас уже это из 10. Бывают дети взрослые, дети активные, много читают, много смотрят даже с какими-то психическими расстройствами. Поэтому спокойно в 10 лет при поднятом настроении хорошем он может уйти. В плохом настроении он тоже может уйти. Что-то увидел интересное, он ушёл. Но причины не веские, то есть нет такого, что поссорился и ушёл. Просто вздумалась и пошёл. Хорошо. Давайте тогда попробуем сейчас по степени тяжести. Может быть, есть какая-то у нас такая категория, чтобы понимать, насколько сейчас запущены случаи? Ну, если вот мы берём именно это бродяжничество, то там есть три степени тяжести. Первая – это лёгкая, когда детки уходят до 7 дней. То есть, ну, как лёгкая, тоже 7 дней достаточно долго уходят. Да, но это лёгкая степень, то есть они уходят там в течение 2-3 недель. У них периодами. То есть, условно говоря, осень, весна, обострённые периоды, и они будут уходить. Средние, когда они уходят на 1-2 недельки, и тяжёлая степень, когда они уходят до месяца. Естественно, они не живут на улице, они находят друзей, товарищей, они могут путешествовать. То есть, даже вот в возрасте 14-15 лет это бывает. При всём приятном, смотрите, человек, ребёнок ушёл, да, особо не заморачиваясь, там, где он будет питаться, чем он будет питаться. Да, они могут даже ничего с собой не взять, потому что это не спланировано. Это именно уже психическое отклонение, то есть тяга, жажда к приключениям, можно так сказать. А вот стало ли сейчас легче, например, с телефонами всё-таки, да, ребёнок, можно хотя бы где-то отследить, посмотреть? Или они даже могут и телефон с собой не взять, да? Тоже палка о двух концах, эти же телефоны, и эти же звонки, переписки постоянные, где-то их сподвигают на эти уходы. Всё это отключается легко. Сейчас больше родители, вот тоже по тенденции, с кем обращались, они пытаются уже писать в социальных сетях. И то дети тоже не отвечают иногда, телефоны они отключают только так. И потом честно говорят, что был отключен, он не работал, сел и так далее. Поэтому никак средства контроля уже не выступают. То есть проблемы отключить нет. В социальной сети, да, вот там ещё что-то можно написать, пообщаться, то есть ответят, где находятся иногда, если под настроение. Да, настроение бывает не всегда. Ну да. Хорошо, значит, мы сегодня услышали о том, что есть всё-таки у нас такие моменты, как дети с психиатрическими отклонениями, да, и если это уже случилось, то родитель предупреждён. И в этом случае каким образом действовать, если, например, знают, что у ребёнка есть диагноз, есть такая склонность к бродяжничеству и к уходу из дома? Что остаётся делать? Просто контролировать, да, чтобы этого не случилось? Да, это контроль, но опять-таки мы говорим о том, что так как это беспричинно, он может уйти из школы. Поэтому всё равно моя рекомендация обращаться к психиатрам. Психиатр контролирует это где-то медикаментозными средствами, где-то понижая, повышая активность зависимости от нужного средства, от нужной ситуации. Поэтому всё равно медикаментозная помощь здесь необходима. Конечно, педагогическую мы не исключаем, работа с психологом и обучение контроля своих эмоций, даже деток с отклонениями, она необходима. Но чаще всего это проводится в школе, чаще такие детки учатся в специализированных школах. Поэтому там это всё ведётся родителям где-то. В зависимости от ситуации тоже нужно более, может, поспокойнее общаться или, наоборот, более поактивнее. Хорошо, а теперь давайте мы с вами вернёмся к мотивационным уходам, когда у нас есть определённая причина у ребёнка уйти из дома, и каким образом мы можем сделать так, чтобы этих уходов не случилось. Предупредить. Да, предупредить. Своего рода такая профилактика. Прямо чем подробнее, тем лучше. Эти будут наши такие напоминалочки, значочки относиться к детям, которым есть предпосылки к уходам. Либо они пробовали уходить, либо они уже уходили, потому что данные признаки характерны даже обычным подросткам. То есть по одному, изолированными единичными случаями, это будет характеристика любого классического подростка. Вместе или в ситуации, когда ребёнок уже уходил или планирует, это даёт нам знак о том, что нужно родителям что-то делать. Одна из таких причин – дети начинают интересоваться городом. Очень активно спрашивают родителей, какие у нас улицы, какие торговые центры, где что находится. То есть это тоже может быть звоночек о том, что что-то затевается. Появляется много тайных друзей, тайных переписок, звонков, закрывания дверей и обсуждения чего-то там, каких-то планов. То есть тоже может быть признаком того, что ребёнок собирается уходить. Что-то планирует. Что-то планирует. Поэтому они освобождают себе время. Когда мы спрашиваем, какие планы у тебя на выходные, на ближайшее будущее, чаще всего ответа не услышишь, потому что они очень много времени посвящают обдумыванию, чем они будут заниматься, устроят свой план. Также где-то начинают копиться денежки, откладывание какое-то. То есть тоже бывает показатель того. И вот ещё одно такое тоже хорошая характеристика для данных. Такой маркер. Да. Дети притихают, они становятся очень спокойными, очень послушными, приглядываясь. Да, удобными. То есть они смотрят, приглядываются, потому что у них мысли сейчас заняты другим. Что они будут делать. Поэтому тоже может быть показателем того, что что-то ребёнок затевает. Ксения, а вот всегда у ребёнка, который решил уйти из дома, есть определённый план? Или же это бывают такие спонтанные моменты, да? Бывают спонтанные. Тут мы говорим как раз-таки о продуманном, когда, может быть, чем-то обижен ребёнок. И затаил в себе это, да? Да, да. Или там вот устал от этого же общения, или какой-то демонстративный акт. То есть они продумывают это больше детально и более красиво, можно сказать, и на дольше уходят. Когда вы с ними уже потом разговариваете, да, как специалист, вы выясняете, как ты это спланировал? Почему ты принял решение, что ты уйдёшь вот именно туда? Если он смотивирован, если он спланирован именно, а не какой-то акт такой спонтанный, эмоциональный, который тоже такие бывают, да, мы с ними разговариваем. Чаще всего это у них вызывает смех. Почему? Ну, я думаю, что это какие-то моменты, может, стеснения и неудобства того, что они понимают, что совершили не совсем правильный поступок, и что он достаточно в какой-то степени глуп получается. А тут ещё нужно рассказать, как они это планировали. Рассказывают, что они делали, как они откладывали денежки, как они планировали, где. У нас был случай, когда мальчик Джемоли пытался заночевать. То есть он продумывал этот момент, но, к сожалению, не учёл момента охранников и системы видеонаблюдения. Но хотел в туалете переночевать. То есть рассказывают, но когда же их домой приводят, они понимают, что ситуация как бы достаточно такая... Непростая. Да, да. То есть сейчас нужно и со мной пообщаться, и с учителями из школы, и с органами полиции. То есть для них, конечно, это такое уже более стресс-ситуация. Стресс-ситуация. Хорошо. Итак, человек принял решение, ребёнок принял решение, что он уходит. И дальнейшие его действия какие чаще всего бывают? Именно по уходу? Да. Вот алгоритм, какой-то общий алгоритм изучен, как дети уходят из дома. Если мы берём запланированные уходы, чаще всего это совершается в момент, когда родителей нету дома. Это может быть либо вместо школы. Бывает, ну не бывает, а чаще всего они уходят якобы в школу и уходят окончательно. Или же они приходят после школы, собирают вещи, которые они на самом деле там собрались, сложили, или, возможно, там кушают, что-то делают и уходят. То есть очень редко, когда ребёнок вечером встанет и куда-то будет это дополнительно, нужно что-то придумать для родителей, куда они пошли. То есть это дневной промежуток времени, когда они успевают ещё погулять, пообщаться с друзьями, то есть и дальше спланировать свой досуг дальнейший. То есть вот чаще всего есть у нас ещё такая категория детей, которые загулялись и забоялись вернуться домой. То есть тоже вот тут мы не проговорили немножко это в причинах, бывает тоже, что вот ушли, забоялись-забоялись этого же наказания, загулялись по времени, не поняли, сколько-то и решили, лучше я вообще не пойду. И где-нибудь ищут место, где остаться ночевать, да? Чаще всего, да, либо они ищут место, где, но удивляюсь тоже с этой стороны подростка, многие гуляют всю ночь и проходят очень большие расстояния, не боятся, не опасаются. То есть когда родители их находят, говорят, ну почему, зачем ты так сделал, я боялся идти домой. То есть тоже достаточно глупая ситуация получается в итоге. Вот, то есть тоже одна из причин. Детям важно проговорить, что даже если ты опаздываешь, задерживаешься, ты лучше, приходи, мы тебя не накажем, не наругаем, но хотя бы у вас ребёнок будет дома. То есть вот это родителям надо проговаривать, да? Да, да, то есть ребёнок должен знать, что его за то, что он опаздывает, не накажут так сильно, чтобы он этого боялся настолько, чтобы не смог вернуться домой. То есть вот если возвращаться опять-таки к таким вот маркерам, да, то есть о чём мы должны с вами точно осознаём, что ребёнок уже подросток, что у него, в общем-то, может быть такой вариант выхода из ситуации, да, из её проблемы. И тогда мы должны проговорить, что в любом случае, да, дом – это то место, где тебя всегда ждут. Да, да, конечно, это обязательно. Также мы должны уметь общаться с подростками, это достаточно… Расскажите нам, как уметь общаться с подростками. Достаточно с родителями часто спорим, отстаиваю я позицию того, что подросток уже не ребёнок, и нужно уметь выстраивать партнёрские отношения, да, сложно. Да, многим родителям проще сказать, как я сказала, так и будет, а с подростками это не работает, не будет никогда работать, как бы они, может быть, где-то и скажут да, 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 а потом сделают по-своему. Уметь находить компромисс, уметь рассказывать факты, а ребёнок сделает уже выводы свои, которые нужно. Мы можем факты предоставить, как нам хочется, чтобы они сделали правильные выводы, но навязывать мы их не можем. И, конечно, работает ситуация компромисса. Где-то родители идут на уступки, где-то пойдёт подросток на уступки, и он это будет видеть. Не с первого раза, но он это обязательно заметит, и обязательно где-то тоже свои эмоции проконтролирует. То есть это очень важно. То есть в ребёнке видеть личность. Конечно, да. Вот в подростке уже, да, прямо? Да, да, то есть это очень важно, потому что уже не ребёнок. Уже такая категория, достаточно предвзрослый возраст, они уже, конечно, хотят, чтобы с ними строили взаимоотношения такие. Также, если мы берём как раз такие моменты общения какого-то, очень много родителей, общаясь и разговаривая, допускают различного рода фразы «В моём доме так не будет», «Когда у тебя будет свой дом, делай, что хочешь», не работает. Тоже получается, что ребёнок представляет мир за домом в розовых очках и думает, почему бы мне не уйти? «Раз тут нельзя, я попробую там». То есть стараться родителям избегать таких фраз. Можно что-то донести, переформулируя и сказав по-другому. Сюда же будет редко, но иногда родители в порыве эмоций могут сказать «Уходи из дома» или «Если ты что-то сделаешь, я тебя выгоню из дома». Можешь не возвращаться. Да, да. Эта фраза. Если утонешь, можешь не возвращаться. Да, то есть она всё равно у подростков очень так цепляет их и где-то воспринимается как руководство к действию. Где-то просто откладывается, и как своего рода психологически такая мини-травма тоже будет. И потом им будет проще уйти, вспомнив то, что родитель наговорил то-то, 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 и не уходит. Ещё давайте мы сейчас сделаем акцент на том, что в подростковом периоде у нас особенность психики, она очень такая прям подвижная. Да, это особенность возрастная такая. И даже то, что, например, могло бы не ранить ребёнка там в 10 лет, да, или там уже в 19 лет. Вот подростка может действительно ранить таким образом, что он ещё это отрефлексирует, ещё накрутит себя, да, ещё сделает, что он теперь вот такая прямо жертва. Да, пожалеть нужно. Да, эмоции тоже родителям объясняют, что гормональные уровни у подростков скачут очень сильно, и это нужно тоже принимать. Нельзя говорить, что он взрослый, пусть вот как хочет, так и борется. Не могут они, им тоже тяжело в какие-то моменты, поэтому им нужна поддержка. И не давать лишнего повода, за что зацепиться. Это тоже очень хорошо. Также, если мы берём какие-то рекомендации родителям, то нужно понимать, что подростковый возраст – это момент, когда на первый план выходит межличностное общение. В детском суду был ведущий вид деятельности «Игра». Да, и тогда можно было быть у юбки мамы, да, и папы. Да, можно было что-то проиграть, и то есть было проще. А тут ведущий вид деятельности «Общение». И даже не учёба, почему многие дети начинают хуже учиться, потому что вышло другое на первый план. И нужно понимать, что подросткам нужно общаться много с разными людьми, с разными друзьями, и предоставлять возможность это делать дома. Даже если нет условий отдельной комнаты или квартира, может быть, небольшая, всё равно давать возможность привезти кого-то. Подросток уже сам решит, надо ему привезти кого-то домой, не надо, или они хотят другое, но он будет понимать, что дома, дом – это его защита, то есть что он может не только один прийти, но и со своими друзьями. А сейчас всё реже и реже такая система работает, да? Сейчас очень часто родители, например, на консультациях у меня говорят, нет, вы знаете, наш ребёнок никого не приводит домой, да, он там вышел, там повстречался, потом вернулся. Это надо предлагать, потому что не всегда дети осмеливаются это озвучить, видя оппозицию, допустим, мамы где-то в разговоре и так далее, но им будет намного проще. И родителям, с одной стороны, ведь тоже будет проще, хотя родители этого не понимают. Да, потому что когда-то тема контроля, да, я хотя бы понимаю и вижу, с кем он встречается, да, где он и в каком, да, дома, он дома со своими друзьями. Да, 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 пусть даже, может быть, недолгое время. И отсюда тоже у нас будет вытекать следующая рекомендация, что организованный досуг детей самое, наверное, такое актуальное в профилактике уходов. Если трудно организовать досуг где-то в кружках, хотя подростки вместе со своими друзьями с удовольствием пойдут куда-то заниматься, только родителям нужно приложить к этому усилия, то всегда рекомендую семейный отдых совместный обязательно устраивать, пусть не так часто, родители говорят, времени мало, всё понятно. Не часто, но системно. Хотя бы раз в месяц куда-то выбираться вместе тоже великолепно. Можно захватить опять-таки друзей, да? Да, да, которых уже родители знают, потому что они приходят домой. И через этих же друзей организовать досуг без родителей когда-то тоже на неделе или вот какими-то кружками. Очень настоятельно рекомендую водить подростков, ну, не водить подростков, а предлагать и настаивать на каком-то вот досуговой деятельности. Например, пройти квест, да? Да, да. Дальше можно, например, устроить какой-то групповой просмотр фильмов. Да, тоже дома, не затрачивая больших ресурсов, ни материальных, никаких либо. Покидать все вещи в рюкзак и пойти, вот сейчас такая хорошая, когда погода недождливая, например, да, пойти в эти же самые походы. Да, и вот если мы берём там, допустим, какие-то кружки, то у нас много секций бесплатных, которые тоже вместе с своими одноклассниками дети пойдут. Родители, приложите усилия, пообщайтесь с друзьями и организуйте, вместе пойдут хоть куда. Ксения, и в завершении нашей программы, что делать, если вы вдруг понимаете, что вы тот самый родитель, у которого ребёнок ушёл из дома? Прямо алгоритм действий. Если ребёнок уходит из дома в любое время, утро, день, вечер, ночь, первое, что мы делаем, это звоним в органы полиции. Обязательно не бойтесь, это необходимо сделать для наибыстрейшего возвращения ребёнка домой. Органы полиции в этом плане работают очень сейчас системно, быстро, и ребёнка находят в кратчайшие сроки. Первым делом мы делаем, сообщаем в полицию. Второе, вы можете подумать, с какими друзьями, ребятами, с кем общался ребёнок, выйти на их родителей. Тоже часто бывает, что подростки останавливаются у друзей. И позвонить им тоже, я рекомендую звонить тоже сразу, не затягивать, не дожидаясь утра, ничего страшного. Любой родитель, находящийся в этой ситуации, или он поймёт тоже эту ситуацию, что можно позвонить. Да, то, что родитель звонит там ночью. Беспокоится очень сильно. То есть звонить родителям, написать в контакте друзьям. Социальные сети у нас сейчас очень активно используются, надо их использовать тоже в делах. Вот, и поинтересоваться, не знали ли, не слышали ли. Тоже хороший механизм. Если к утру, простого дня, ребёнок не возвращается, или он не найдет, конечно, можно сообщить в школу, сообщить классному руководителю. Может быть, чем-то поможет классный руководитель. Может, просто поговорить с ребятами, ребят что-то скажут, какую-то информацию. Да, да, может быть, что-то слышали, может быть, что-то знали. Вот, наверное, у нас три таких момента, что мы делаем в такой ситуации. Ну, а потом, если ребёнок возвращается, то уже дальше с помощью психологов, педагогов помогают, да? Да, то есть тут нужно, конечно, подключить психолога, не надо бояться. Очень эффективно тоже работают в этом направлении, общаются и с родителями, и с ребёнком, с подростком. Помогают понять друг друга и найти вот ту именно вот проблему, которая вызвала этот уход. Так что, уважаемые родители, обращайтесь обязательно. Спасибо большое, Ксения, очень была сегодня интересной темой и очень интересный был рассказ. Это была программа «Практическая психология». У меня в гостях сегодня психолог Центра развития «Лабиринт», а также член комиссии по делам несовершеннолетних Первомайского района города Кирова Ксения Зудина. Ксения, спасибо. И всем удачи, здоровья и любви. Практическая психология